Всем доброе-доброе утро! У нас с 15 минут седьмого. Очень редко встаю я в такое время. И уже, видите, нарядилась как медвежонок. А зачем я так рано встала? Я еду сегодня в Харгос. Поэтому морозы мне не страшны. Но они уже, правда, идут и на спад. Ну, раз уже запланировали, значит, надо ехать. Ну, автобус набрался как бы полный, говорит. Еду я сегодня в кругу своих подписчиков. С России едет подписчица моя с мужем. Проделали такой путь, чтобы поехать вместе поедем. И одна подписчица с Караганды едет со мной. Так что вот такое вот у меня будет окружение этот раз. А еще с молодежного девушка едет знакомая. Тоже в группе меня посмотрела. Нам свой чат сделали. Ну, группу в WhatsApp. И она увидела меня и написала мне, говорит. А я узнала тебя. Так что вот, думаю, будет весело. Конечно, страшновато то, что зима. Я вообще зимой не особо люблю ездить. Ну, а кто не рискует, тут не пьет шампанского. Поедем. Сейчас я жду. Оля должна за мной заехать сюда. Я тоже даю солому ей к собачке немножко. И они приедут как раз заверут солому и меня. А то я уже думала такси утром вызывать. Я помню, как, когда я ездила на работу, если был мороз, то такси ни в какую не вызовешь. Ждешь по часу. Я очень переживала. Потому что если опоздаешь, ну не будет же весь автобус тебя одну ждать. Ну вот, слава богу, договорились так, что они сейчас подъедут уже к полуосьмому. И поедем. Что-то еще вроде хотела сказать. Отключая камеру, у меня мозг как будто выключается. Ну, походу, естественно, все вам буду показывать. У нас, кстати, сломалась микроволновка вчера. Сейчас она мне попалась. Вон, смотрю, задребезжала, заискрила. Видимо, где-то уже поржавела. У нас на чердаке есть еще одна. Потому что у нас их было три. Ну, правда, они старенькие все. Но, тем не менее, есть. Достанет Докен как раз сегодня выходной. Достанет и установит. Ну, все, ребят, пока отключаюсь. По дороге, конечно, все вам буду снимать. Что посчитаю нужным. Надеюсь, телефон сегодня на улице у меня замерзать не будет. Пожелайте мне счастливой дорожки. До встречи. Увидимся. Видите, какая у нас темнотища на улице. Оля позвонила, уже подъезжают на автостанцию. Мы уже с Докеном по очереди выглядываем. Но что-то пока не видать. Видите, какой у нас морозяка. Сколько, Докен, ты посмотрел, Мороза? 26. 26. Ну, хотели Рэма затащить сейчас опять домой. Нет, ни в какую не идет. Вигру уже тоже накормили. Все подогрели. Горяченькое дали, чтобы мне так холодно было. Ну, по сравнению с тем, что было, это уже нормально. В общем, я жду Олю. Сейчас будем уже отправляться. Девочки, мы уже приехали на место. Сегодня пораньше, не опоздали. Даже нет еще нашего автобуса. Сейчас пойдем в Магнум, купим водички себе. Ну, еще кое-что. Где вход? Вот там, да? А, здесь, да? Так что мы сегодня даже раньше всех, наверное, приехали. Самые первые. Боимся опоздать. Это наш большой супермаркет Магнум. Мне кажется, он самый большой, да? Или нет? Ну да, вообще. Большой прям магазин. Вот вы у меня сидите стоять в Сундуле. А, наверное, да. Нет, моих знакомых нет. Да, это они, наверное. Ой, какое уже шампанское красивое. Все, мы взяли себе по бутылке водички. Идем на кассу. Ага, подъехал вон наш автобус. Мест нет, говорят. Так что мы сегодня будем ехать полный, полный автобус. У нас два нижних места. В общем, будем загружаться. Пока отключаешь, до встречи. Вот мы уже рассаживаемся. Вот мое место. Вот Оли на место. Так, Фильмир рассаживается. Автобус будет полный сегодня. А, ребят, у нас первая остановка. Вот такие у нас туалеты. Видите, степь да степь. Выходи. И какое место нравится, туда и идешь. Ага. Вот это самое большее убивает в дороге. Что вот таких вот туалетов нет. Я боюсь, как бы мы опять не сломались. Что вот опять ремонтируется. Всё, мы уже позавтракали в автобусе, попили кофеёк. Вот Оля моя. Сейчас будем спать. В туалет сходили, всё, сейчас будем спать. Можно теперь разгрузились, надо отдохнуть. Ребят, мы на Балхаше. В кафе мы не пошли. Этот раз мы будем кушать всё в автобусе. Сейчас покажу наши тормозочки. Оля вообще с собой три сиротских сумки взяла. Смотрите, у неё котлеты, яйца. Показывай, что у тебя. Тут у нас рыбка. Тут у нас творог. Даже творог есть. Даже морская соль у неё есть. И сливки, вы представляете? Морская соль у нас, да. У нас ещё даже и сливочки есть. Смотрите-ка. Та-дэнс. В общем, мне кажется, нам хватит ещё и на обратную дорогу. Ну, я здесь тоже пожарила отбивнушки и такие простые котлетки. И ещё она взяла два термоса с кипятком. Лимончик, сливки. В общем, мы перуем. Орешки у нас. Да, у нас ещё чего хочется. Есть у нас мандаринки, яблоки у нас. Я взяла апельсины тоже, пурагу, черносливки. Нет, черносливки не взяла. Эту пастилу. Ну, в общем, шикарно. Короче, вот, ешь не переешь. Смотрите, у нас ещё сметанка есть, творожек. Сырок у нас есть. Что попите? Хлебушку у нас даже дерновое есть. У нас всё как лучик в домах. Да, почти весь автобус ушёл на перекус. А мы остались. И вон там тоже. Женщины тоже кушают в автобусе. Вот такие вот лежачки здесь. В прошлый раз я плохо показала. А сейчас посветлее как-то можно показывать. Так что вот, пожелайте нам приятного аппетита. Сейчас мы перекусим и будем уже спать. Это бездрожжевой? Да, это зерновой ещё. Ну, зерношка. Ещё йогурт я там, скорее, вижу. Йогурт у нас, да. А ещё у нас есть сыр. А ещё у нас масло есть солёное. И не солёное. Вы видели такое? Она даже масло берёт двух видов. И сало солёное у нас есть. Ой, девочки, мальчики. Я говорю, Оля, ты феномен. Так, сметанка тоже, смотри, у нас творог. Все дела. Ага. Так что всё, мы будем обедать. Это у нас обед. Всем приятного аппетита. Попозже включусь. Мы уже поели, сейчас будем пить чай. Ты убираешь, да? Да, я убираю. Попьём чаёк и уже будем спать. Ребята, у нас очередная остановка. Мы идём в туалет, так как кушаем мы в автобусе. Ну, надо проветриться, разгуляться немножко, сходить в туалет. Это первый туалет, который будет в здании. Все остальные разы, представляете, мы ходили на улицу. Говорят, здесь туалет 100 тенге. Ну, сейчас пойдём посмотрим. Гостиница. Городейская. Восточная кухня. А, гостиница точно. Ещё и паркинг. Ой, зря мы зашли. Нет, здесь, оказывается, туалет. Идём в другое здание. На прошлый раз здесь не кушали с собой, девчата брали. Мы не брали. И в автобусе ели. Не стояли так долго, как этот раз. Ты видела, все сели? Прямо полноценный обед. Первый, второй и компот. Все проголодали. Вот туалет. Вот, я вспомнила, я вспомнила. Моя девичья память меня не подвела. Вот он, да. 100 тенге, 100 тенге. Да мы уже и 200 готовы отдать. Лишь бы только сказать, здравствуйте. Здравствуйте. Какие мы сосульки. Ужас. Ужас. Если бы Оля не взяла спальные мешки, мы бы, наверное, принорли. Вот сколько мы уже едем? Уже время 12 часов. Да, Оля, 12 уже? И, короче, это первый вот такой туалет. 15 минут, 12. Все остальное время мы ходили на улицу. Вы представляете? Это просто трэш. Здесь даже есть вода. Здесь даже есть вода. Но вытереть нечем, да? Вытереть нечем. У нас уши-то есть. А, может, облететь. Давай. Что-то она... Включи нам водик. Да? Да. Она почему-то вот опять подключается. Плохой контакт, наверное. О, как вышло. Руки греют. Погрей, погрей. Забито все. Да, конечно, все замерзло всяко. Конечно, половина. Боня шагов теперь она работает. Да? Да, она как-нибудь взяла, смотри. Она не обращается в дверь. Вот она шоу. Будем стоять, пока девочки не покушают греться. Что у вас так холодно? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Все, спасибо, добрая вы женщина. Вы нас спасли. До свидания. До свидания. Хорошего дежурства. Недельно зайти. Это шоу. Завтра покажу вам спальники. Хорошо, что, говорю, Оля взяла. Мы бы вообще примерзли. А так я даже кофту сняла. Ну, сейчас, наверное, одену. Потому что сейчас долго стояли. Отстыл, наверное, автобус. Я вообще лошадку сюда не взяла. Ну, я тоже. Ты видишь, уже не снимаю. Ух, какой дымяра. Сейчас я покажу, как Оля замуруется. Как куколка. А я так не залазю. Ее просто укрываюсь, как одеяло. А то я говорю, как это, в кавказская пленнице еще упрет кто-нибудь. Но меня-то вряд ли дотащат. А тебя могут. Сейчас застегнемся. А вверх не будешь? Сейчас я залезу уже. Я же застегаюсь, а потом туда залазю. Какая-то гусеница, знаешь. Лобочок. Капюшон. Ты видишь. Вот так вот. Давай, пожалуйста, привет, фитнес. Сейчас. Доверху. Доверху. Ну, как-то так вот. Да, вот. Еще мы маленькие залезть. А я тоже сейчас лягу, но я просто укроюсь. Ага. Ага, вот она я. Вот так. Так вот, кто в куртках, кто как. Все. Надо дать. Ребят, мы на месте. Мы на месте. Только что подъехали. Не так уж холодно, как было ночью. Я так боялась выходить с автобуса. Нет, нормально. Не так слишком холодно. Видимо, все равно потепление пришло. Сейчас ждем, будем заходить. Прошлый раз сломались. А этот раз очень холодно было. Прям и в автобусе холодно, и выходить вот это вот в туалет. Холодно прям. Ну, ничего. Потихоньку, потихоньку уже доехали. Вот моя подписчица Оля, которая из России приехала. Мы даже приехали. Подписывайтесь, ставьте лайки. Потом она свои впечатления расскажет о Харгозе на обратном пути. Не маленький путь они проделали. Посмотрим, оно стоит того или нет. Я думала, холоднее будет нормально, да? Мы вот сейчас в туалет выходили, как мне показалось холодно. Может, то-что с постели и на рассвете, да? Не, сейчас нормально. У тёплой постели, ещё и рассвет. У меня сразу настроение. А то я думала, сейчас дубанка будет. Нет. Всё нормально. Все вон шуруем дружной толпой. Сейчас я отключусь. Там нельзя. Уже включусь в Харгозе, ребят. Где резидан? Все. Мы уже в автобусе едем на китайскую границу. А, вот оно, вот оно. А, вот здесь тогда место. Вот, чтобы ты с тобой подешел. Очень мешает. Надо же. Я застаюсь с тобой, что я застаюсь с тобой почти. Что, я не помню, где склад? Всё. Мы всё прошли. Идём на склад. Здесь уже можно снимать. Мы идём на склад. Сейчас оставим свои баулы. Нормально умоемся. Позавтракаем. И пойдём уже по делам. Здесь так тепло. Я даже не ожидала. Потому что по дороге, когда мы останавливались, был жуткий холод. А здесь лежит снег. И прям тепло. Но скользко. Мы пришли в отдел куртки-шубы. Хочу показать вам, какие модельки здесь есть. Мне понравилась, знаете, какая мне понравилась вот эта модель. Вот. Какую цену? Это за 45, а это за 35. Ага. Вот отсюда 45 идут, сюда дешевле идут, да? Это от двух сторон. Ага. Там под нас. Глаза разбегаются, даже не знаю, с чего начинают. Шапки вот так же. Всякие разные. Такие вот купечки размеры есть большие? Вот эко-шубку Оля сейчас себе померяет. Ой, симпатично смотрится. Да. Сколько? 25? Ага. Цена такой шубки 25 тысяч. Мадам, прям мадам. Голи отсюда не привезли. Еще и так. Эко-шубка цвета электро. Вот 50% норка, так прям мутон. Ага. Норка мутон, 100%. А цена у такой шубки? Да, цена за 50. 50, да. Ну, прям она такая вот, попробуй. Цена у шубки, она такая прямая. Угу. Смотрится очень хорошо. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Еще есть вот этот типик. Я такой не люблю. Четик. Нет. Классика. И что-нибудь светлое. Еще есть вот черный цвет. Очень классный. Очень приятно. Капюшеном тоже. Оль, померяй еще жилетку вот эту. Давай посмотрим, сколько стоит и покажем ее. Оль, померяй еще. Кашимир. Она маленькая. Без этих. Маленькая, ага. Нет, она придачок. Ну, такая прям, тоже симпатяшная такая прям, да? Ага. Там шуба тоже есть. Мерю цветы фотографии. О, она вообще тоже классная. Прям милая-милая такая. Девочки, сейчас будем шубу мерить за 450 тысяч. Смотрите, какая она. Это за сопон и канадский мех. Сейчас Оля оденется. Сополь цвета. Изумруд, классный цвет. Летучая мышь. Еще пояс нет. 450, но можно торговаться еще немножко. Можно, да, да. Такая прям тоже. Шуба-шуба. Ну да, за 450 шуба-шуба. Есть вот там длинный, что-то есть. Нет, это пески. Ну, я вот длинный нет. Я вот как-то сейчас больше, ну, вот автоледи больше не надо. Потому что я постоянно на машине. Вот это вот, она затрется просто длинная. Такие прям вот такие шкарбовые. Симпатичные, да. Вот так в ветре. Парки кого интересуют. Вот, смотри, еще два цвета. Ага, смотрите. Это кирпич, а это яркий зеленый. Листва, зелень, зелень, зелень. Зелень, да. Еще вот этот цвет тоже. Классно. А, ну это как-то вино. Вино. Красота. Красота. А шапки у вас какую цену вот такие? 25-20. 25-20. Давайте. Какую померить? Давай англические не меряем, померяем. У нас поясочек. Нет, да? Нет, это с поясочком. Это тоже оверсайз. Это тоже цвет. И форме 30-30. Это тоже все 450, да? Нет, это 400. 400. Это персовы. Бессовы. Классные шутки. Классные шутки. Так что шапки вот от 20 тысяч, но еще можно немножко торговаться. Еще немножко уступает. Классно вообще. Красота. Это эко-шуба. Бабка эко. Тоже вот. Смотрим, тоже классная. С пояском. У нее какая цена? Это 45. Она получается как парка. Идет в спина кролик. Внутри идет бобер, край с капюшоном. И она становится тоненькая, легкая, как... Ну, тонкая, просто курточка легкая, становится как ветровочка. Она получается два в одном. Ты можешь и ветровкой носить, и можно с зимней, как паркой. Вообще вариант очень хороший. Цена 90 тысяч, но можно торговаться. Ну, вообще классная. Классная. Мне понравилось. Это нет подклада. А здесь просто мех идет. А он вытерется, наверное, потом. Это эко. Да, мех? О, смотри, я вот обожаю белый цвет. Просто ее снимем. Давай, смотри, какая красота. Я прямо вот по белому цвету вот нечусь. Так белая. Цена какая? 300 тысяч. 300 тысяч такая белая шутка. Я светлые тонавчии люблю. Поэтому шампанский как этот. Вообще тоже скидь. Примерила себе вот такую дубленочку. 45 тысяч. Мне кажется, нормально. Ирина звезда. Классно, Ирина? Ирина себе меряет дубленочку. Так что вот она, красоточка. Покрутись. Вот она, она такая. Еще классно. Вот она еще примеряет дубленочку. Это просто, как сказать, по-классичнее, по-стильнее. Она такая прям сдержанная, классическая. Что, это лучше? Ну, давай вот так. На вкус и цвет. Мне вот это первое нравится. Что, под лицу все к лицу? Да, да. Вот смотри. Среди. Она стройнит тебя. Да? Да, она тебя стройнит. Да, да, да. Она тебя, ну, как стройнит. Девочки, мальчики нашли вот такой отдел. Смотрите, здесь какие всякие. Ну, тюли, шторы. Вот мне понравился набор. Это идет 6 салфеток, да? И 12 салфеток, и скатерть, да? Это скатерть? А, это украшение, полоса, да, 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 да. Общий 16 штук. Набор 16 штук. Набор 16 предметов. Это на центр стола ложится, получается. И потом на скатерть белый ложится на центр стола. И потом идет как украшение. Вот такое. Вот, в общем, есть. У них много всяких украшений. Смотрите. Вон, 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 вон. И наволочки, и, в общем, и тюли всякие разные. И вот всякое для штор. Что еще? Смотрите, какие тюли я себе купила. Тюль. И маме тюль купила в комнате. Ну, в общем, большой, шикарнейший отдел. Я взяла у них визиточку. Если кому-то надо будет, подскажу. А вот это вот, вот это вот что такое? Покрывало? Это покрывало. И наволочки, да? Наволочки. Двухспалка? Нет, полуторка. А, полуторка. Что стоит такая полуторка? Это 25. 25 тысяч гобелен. Ну, вообще 35, да? Не за 25. Ага. Ну, здесь много всякого интересного можно найти. Всякие вот салфеточки. Галя там у меня интересовалась. Всякие вот, видите, вязаные. Вы тоже, видишь, на центр стола ложится? И потом сервируется. Вот эта цена на центр стола ложится. А вот такие в какую цену? Вот эти вот. Это тоже 12 тысячи. Тоже 12 тысячи, девочки. Ага. Вот. Глаза разбегаются. Красота вообще неописуемая. Ой, девочки, мальчики. Мы уморились уже. Закупали текстиль. Вот наши баулы. Наверное, часа 4. Мы еще не ели, не пили. Я вам сейчас быстро так покажу, какое здесь изобилие, какой выбор. Глаза разбегаются, поэтому времени уходит куча. Ну, что хорошо, они вот сразу здесь пакуют нам, сразу что все делают. Подалок дают. Молодцы, хорошие ребята. Скидку нам сделали хорошую. Вот мы у них почти все здесь в этом бутике и закупили. Спасибо им огромное. Сейчас пойдем кушать. Глаза придут, заберут уже наши баулы. А вот это номер. Надо показать. Номер вот. 3017. Хороший текстиль. У них прям хорошие цены. Вот мы пробежались. У них прям нормально. Еще они уступают немножко. Мне очень понравились. Смотрите, какие у них есть наборы. Чистый хлопок. И набивка. Ну, в общем, вообще супер-пупер. 10 тысяч стоит такой набор. Ну, на подарок вообще шикарно. У нас, наверное, все 25 тысяч в Караганде будет стоить такой. Красота. Вот. Дайте. Покор. У меня, как всегда, уже 3 моих баула. Сейчас я подпишу их еще тоже. Все, сейчас пойдем. Это визитка. Это визитка. Потому что я не знаю, кто от него отправит. Короче, визитку покажем. Помогает. Они заберут. Ага. Потому что я не знаю, кто от него. Да, да, да. Так, не понять. Все, хорошо. У меня всего 4 места. Вот, вот. Смотри. Один, два, три, четыре. Скорее. У нас 4 места. Пока-пока. Пока-пока. Давай, от свидания. Мы здесь не можем найти, куда идти нам кушать. Ира, пойдем мы кушаем на колесачке. Да? Сейчас найдем, значит. Вот резину продают. Какую цену резина? Не хотят мне говорить, какую цену. Скользко. Смотрите, как я еле иду в своих угах. Еле-еле. Душа в теле. Я без куртки. Думаю, а что, чем потом таскаться? Лучше разденуть. Тут чуть-чуть пробежать раздетой. Чем потом весь день ходить одетой в куртке. Так что сейчас покушаем. Потом купим полотенце сходим. А потом уже не спеша. Потихоньку будем уже ходить. Все разглядывать. Кое-как нашли столовую. Вот видите, сколько людей. А теперь ищем, чтобы нам покушать. Хочется же, конечно, чего-нибудь китайского попробовать. А пельмени бывают? У кого спросить, интересно? Пельмени есть? Пельмени есть? 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 Манта есть. Манта? Манта? Нет. Это уже все. Это уже все наше. Наша, я хочу именно... Пельмени есть? Сейчас посмотрим, если что, и вернемся сюда. Попробуем. Тут еще такие порции, что это... Нам, наверное, надо с тобой одну на двое взять, потому что мы тогда вообще не доели. Почему мы просто овощи и мясо вообще не хотим, чтобы по дороге уже наелось ей мясо, если честно. Давай одну на двоих что-нибудь возьмем. Здесь много вида. Посмотрите, все еда выйдет. Здесь много видов. Там два вида. Пельмени есть? Есть. Покажите, где они? Пельмени здесь. А здесь нет, а там есть. Сколько стоит порция? 1500. Если хотите, белые есть или еще с водички. А, с бульоном? С бульоном без бульона есть. Ну, с бульоном. Давайте нам. Бульоном без бульона. Давайте нам. Бульона большая вообще? Да. Сколько штук? 18. Ой, нам за глаза. Нам одну порцию на двоих, потому что мы не съедим 36 пельменей. Блин, ты что? Да. Да умереть не встать. И какой-нибудь тогда эту еще нам. Ну, вот такой чай, конечно, возьмем попробовать. Пельмени готовы. А, тут пельмени. Каких-нибудь овощей. И овощей. Овощи есть из овощей, что есть. Каких-нибудь овощей еще нам дайте? Овощей? Ну, все. А эти все салаты. И эти салаты есть. А, вот они, да? Вот они. Да, вот здесь все салаты. Набирай мне без разницы. Вот что-то интересное. А, нет, ну это, наверное... Это и другой, наверное, от того раз встала. Да, это уже другое, да? Это что такое? Не знаю, что такое. Это белое. Что такое? А вот это что? С бутылки, да? Не, не надо. Вам чего надо? Посмотрим, у нас здесь много пельмени. Там два вида, здесь восемь видов. Может, вот такое что-нибудь? Здесь у вас еще в составе петрушка, перец болгарский. Это свежий салат. Свежий надо, да? Да, свежий салат. Давайте нам один салат, один пельмень, два чая. Хлеб нам не надо, да? Хлеб нам не надо. Какую пельмень и блин? Да, хлеб. Все, ждем. Вот такой чай, кто не видел? Не знаю, мы же не разбираемся. Это сыр, например, с кубиками. Это тофу? Это тофу. Вкусно это, да? Ну, любители острые, любители острые. Ну, завтра, у нас еще завтра будет обед. Что-нибудь еще завтра будет попробовать? Это нормалет? Да, амлет. Вам салат или рисновод? Так, бельмени. Так, нам принесли салат. Вот такой вот. Ну, мы в прошлый раз тоже брали свежий салат. Был очень вкусный. И принесли чай. Я говорю, чтобы нам пополам сделали. Оля, у меня разводящая, уже договорилась. Ну, мы, смотрите, какая порция салата. Мы, естественно, не съедим. Мы берем... Мы взяли пельмени на двоих. Нам сейчас разделят. И салат. Взяли один на двоих. Попросили. И его тоже принесли какую порцию? Еще рис отдельно принесут, да? Да, это вообще умеренец. Нет, еще принесут тофу, сыр и омлет. Салат. 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 Тарелочку, видишь, вам дали? Ее мы разделим. Что, остренький салат? А в прошлый раз был остренький. Знаешь, не знаю? Вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Прям очень классно. А девочки, вот мы взяли два чая, салатик и пельмени. Мы заплатили четыре тысячи. Ну, порции реально большие, да? Да, это не... Полторы тысячи не жалко дать за вот... За такую большую порцию. Восемнадцать пельмени и бульон куда-то, ты уешься. Да. Оля, вы сколько заплатили за свой обед? Бонки и я две. Тоже по две, да? Они все по две. Ну да, полторы у них это и пятьсот чай, да? Две тысячи точно. Полторы пельмени, салат и пятьсот чай. Или двести пятьсот чай, с какой салат? Чай пятьсот, а не двести пятьсот. Да. Ну вот пятьсот. А вот это что такое плавает здесь, вот это? Вот это я понимаю, шиповник, а вот эти вот шарики, не знаю, что это. Мне кажется, как лучше. Вот же? Шиповник у них не может быть. Финик, на финик похожа еще. Финик, финик, финик. А этот коричневый, вот этот, крючочек, не знаю. Ты салфетки купила где-то, да? Да, 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 здесь за пятьсот тенге вот пачку взяла. Ну, 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 совсем руки матери. Чего вывод, руки матери, вам не надо? Вот возьмите. Я просто думаю, пошла, думаю, на всех, да? Где-то там пусы. У всех есть мусорки? Вот, вот, за каждого стола стоит мусорка, а у нас нет. Они, наверное, думают, мы очень чистоплотные. Да, да, да. Все с собой унесем. Все свое нашу с собой. Да. В общем, ждем пельмени. Все несет Оля нам наши пельмешки. Мне летних сказать. Вот, смотрите, ну, разве съест нормальный человек такую порцию, да? Это же ужас. А мы в прошлый раз не знали, и как мы по-на заказывали. Пельмени две. Да, ну вот, четыре тысячи мы заплатили. Не знаю, это две или две. У нас же еще два чая по 500. По полторы, наверное. Сала тоже полторы, что ли, стоит? Наверное. Не знаю. Первый. Я хочу, чтобы ты попробовала, держу камеру, чтобы ты разломила, показала, что там. Надо было, наверное, нам ложки взять для этого, да? Да, для Булин, я сейчас скажу еще ложечку. В прошлый раз просто одна женщина сказала, обязательно попробуйте здесь пельмени. Короче, внутри. Неудачно. Показ. Острый. Не знаю, еще не пробовала. Короче, внутри вот получается, как типа фарш, не фарш, что-то такое вот. И зелененькое такое. Ну, это зелененькое, это лягушки, судя по всему. Спасибо. Да? Ну, это вкусно. Ну, это вкусно. И вкусно. Это нежное. На вкус? Маша напоминает? Нет. Вообще, не боится. Вообще, это как будто не мясо, это как будто какие-то овощи, я тебе хочу сказать. Что-то такое. Ну, это вкусно, скажем, вкусно. Сейчас я буду пробовать. Но не острое, хочу сказать, не острое. Ну, да. Мясо здесь, конечно, мало. Здесь, наверное, в основном овощи. Ну, вкусно. И не очень остро. Вот у Оли остро прям, да? Да. Как называется, пожалуйста? Амлет. С цвета. С цветурами? И фетов. Фетов. Агабыря. Фетов. 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 Да, 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 я знаю, что вы говорите. Фетов. 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 У меня уже на голове вон ща яйца. Остро, остро. А мне не очень остро. Да. Мне прям бульончик такой островатый, прям вкусно. Бодоросль всякий тут плавает. Ну, потому что они съепляют. Ну, деньги такие платят. Единственное, что неудобно, ложки, вилки, вот неудобно ими кушать здесь. Все скользит, все падает. Тем не менее, прям огонь-огонь горячее. В общем, все, пока. Пока я выключаюсь. Но не прощаюсь. У меня волосы сложнее. А вот здесь вы были? Это же тоже вот тюли. Это поищу лёчку. Мы всю воду всю в этом оставили. Там гостиницы дают водички по бутылке, да. Хорошо, в гостинице дают по бутылке воды. Так что можно не напрягаться. Я сок. У них вкусный сок. Вкусный, но я теперь не буду сок. В прошлый раз мы тоже пили. И йогурт. Не хочу вкусный. Да, вот йогурт можно попробовать. Мы идём за ключами. Идём на склад за ключами, проверим. А, отдадим накладные, чтобы нам принесли наши баулы. Получим ключи от гостиницы и дальше пойдём гулять. Покажу вам склад. Вот такой вот склад. Видите, сюда приносишь свои вещи. Вот здесь всё оставляем мы. Потом приходишь, и вот здесь грузчики нам будут паковать. Видите, у них весы здесь. Кстати, можно взвеситься мне? Френ, там они не включены. Вот. Вот, ребята, здесь. Я хотела взвеситься, они что-то отключены. Вот где другие работают. Видите, вот так подписываешь свою сумку, и всё. Шестьдесят девять. Шестьсот. Мне же надо весы купить. А вот мы пришли в обувь. Я хочу Докену кроссовки найти. И нашли оригинальные кроссовки, ну, как типа оригинальные. Но Оля говорит, что хорошие. Она уже брала по восемь пятьсот. Сейчас пока брать не будем. Ещё пойдём прогуляемся. Потом вернёмся сюда и здесь купим. Такие, которые Оля выбрала, она говорит, двадцать семь тысяч в Караганде. Здесь восемь пятьсот. В общем, можно выбрать. Можно. Сейчас, видишь, вам. Сейчас, где? Разные. А разная большая есть в тобой? Лена, а ну вам. Всякие разные. А вот распродажа есть по шесть пятьсот. Не торговаться написали. Ну, правильно. Куда ещё? И так шесть пятьсот. Куда ещё торговаться? Я тут... Смотри, иди сюда. Вот здесь распродажа есть шесть пятьсот. Тоже вон какие-то белые есть. Ну, как жила? Не знаю. Как жила вообще? Да, вот, видишь. Ой, это вообще чисто белый. А размер твое? Вообще мне в тему. Сейчас глянем размер. Вообще моя прям тема. Тридцать восемь, блин, а тридцать девять. Нам бы сорок. Тридцать девять-сорок. Потому что они ещё, наверное, маломерят, да? Ну, вот прям вот у него такие же были, блин. Он вообще... Он мне четыре года, я их машинки стирал. Четыре года он их. И машинки два раза стирались они мне. Вообще им ничего. И вот ещё коджила, смотри. Ну, вот я же тебе говорю. Ну, только я не пойму, распродажа эти две полки или... Или сколько? Сейчас глянем, какой размер тут. Сорок один. Будет вообще моя тема. Единственное, вот тут вот. Блин, желтый сеста. Лучше, ну, видишь, они вот. А, поэтому распродажи, они, наверное, все немножко какие-нибудь с браком. Ну, знаешь, мне на работу пойдёт. Ну, да. Надо выбрать только какие. Это... Смотрите, сколько зонтиков здесь. Какие красивые. Дождевики всякие. Детские зонтики по пятьсотенде. Лягушка. 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 И вот цветочники, кому интересуют искусственные цветы. А, там написано, запрещается фотографировать. А ну, цветы есть. Вот, видите, всякие разные. Распродажи. Пришли в игрушки. Игрушек тоже огромнейший выбор. Огромнейший. Подарочные наборы всякие, какие хочешь. И куклы, и всё-всё, что хочешь здесь есть. Конструктора. Вот такие всякие. Такие куколки. Купсики. Спасибо большое. До свидания. Они с плетом. Внутри есть плет. А, внутри плет? А эти почём? 4,500. 4,500. За 4 можно. Полтора метра. Ага. Я ещё посмотрела, он такой большой собак. Ещё вот такие поля. С плетом. Маленькие. Маленькие взяли. Два маленьких. Два маленьких взяли. Всё, ладно, спасибо. А завтра придём ещё. До свидания. До свидания. У нас уже время пятый час. Мы зашли опять, решили попить чайку, потому что очень хочется пить. Я такая ворона, вы представляете? Я потеряла свою камеру. Мы её час, наверное, искали. Спасибо, Оля. Она здесь подняла всё на уши и нашла. В камеру хранения китайцы уже её сдали. А то, не знаю, у меня уже ни голова, ничего не работает. У меня сразу паника, всё. Взяли зелёный чай, сейчас покажу. Хотя, сказать, с лимончиком. Это ты свой лимон достала, да? Так что попьём чай, после обеда слишком хочется пить сушняк. И мы уже забрали ключи от гостиницы. И уже, наверное, потихоньку пойдём на сегодня всё. После такого стресса уже покупать ничего не хочется. В таком красивом чайнике нам дали. Но что-то Оле там не нравится. Он у нас вот такие-таки что-то туда добавил. Потом вот такие орешки достала, лимончик. В общем, подложим. Не лимончик, а даже это вот так сделать. Да. Оля, мы вот в этом были? Нет. Вот сейчас туда зайдём, них не отходя от кассы. Что-то там больно интересно. Теперь я за тобой следить буду. Теперь я за тобой слежу. У меня прям, я прям стрессанула. У меня и так-то голова болела. Сейчас вообще, я сказала, не расстраивайся, сейчас всё найдём. Ой-ой-ой. Хочу вам показать ещё, какие здесь красивые эти всякие люстры. Какие хочешь, смотрите. Просто красотень. Девочки, мы в гостиницу? Да? Да. Можно с вами кучки. Нам надо в сторону шлифа идти, где мы выходим, да? Правильно. Правильно идём? Всё, идём в гостиницу. На сегодня окончен наш рабочий день. Всёных часов, да? Всё, идём. Всё, идём в гостиницу. Продолжение следует...